вот такая искусственная шкура 2000 мягкая такая единственное что конечно наверное вряд ли она будет это ноская от натуральной коровью шкура они 9000 стоят мне кажется до кризиса стоили дешевле конечно это овечьи тоже 9 по семь стоил взять таких несколько не сшить будет классный ковер это густав клим клим по моему австрийский австрийский художник и она еще называется австрийская монолиза что ли ли острицкая мадонна австрийская монолиза у меня кружки такие есть обожают картины такие классные светильники я вообще очень люблю мебель плетеную а тут еще интересная такой светильник у нас бамбуковых палочек что ли уж такая тема дачная там 33 200 шпалеры сресные такие вот она как растягивается сложи обратно пожалуйста раз интересно такая вещичка может быть что-нибудь для дачи надо так что на 100 рублей ну и конечно отделки всяких цветочков красиво очень все лимонное дерево а это какой-то бонзай что ли смотрите какие у жителей пельсинчиками или мандаринчиками я даже не пойму че такое цитрус называется 1299 рублей и фигасе цитрус привет девочки сегодня такой холод был в москве я хотела поехать на дачу вот сегодня попала под дождь опять вот еще на голове такая-то хоть и сегодня укладывалась хотел поехать на дачу но ничего не получилось холодно так и очень от нечего делать я съездила в икею кое-что тут набрала сейчас вам в общем-то это покажу как всегда набрала может не не то что надо но вот эти глаза заведущие уроки загребущие ну правда не очень много но сейчас покажу свой улов икея вот я купила такую сковородку она достаточно очень большая и тяжелая у нее вот такое там но ну видно знаете такое утолщенное для того чтобы не пригорало покрытие не знаю что какой-то фон какой-то наверное единственно что я как бы вот уже когда купила а мне ее дочь насоветовала говорит мы купили и прямо вот видите мокрый потому что дни дождь и видно там намочилась она у меня вот говорит это что очень удобно мне дочь ее насоветовала говорит такая классная сковородка мама говорит возьми да и вообще сковородки в общем-то надо менять потому что ну что-то вот хоть какую сковородку не возьми на все равно через какое-то время прогорает единственное что вот ручка конечно несъемная надо посмотреть куда ее положить влезет ли она у меня в шкафчике ли там куда и вот крышку я под нее подобрала сейчас распечатаю все это дело вам покажу ну вот такая крышка с этой вот штучкой вот она вниз опускается ну чтобы удобно видно было эту крышку потом хранить что на место не много занимала не знаю только единственно будет ли это ручка нагреваться но в общем то конечно она мне немножко большеватая в общем то если вот на большую семью готовить то конечно она неплохо ладно посуда в общем то я как бы знаю что должно быть много и посуду периодически надо менять чтобы она всегда была очень такая симпатичная и свеженькая так что хозяйстве сгодится в общем сама сковородка по моему 700 рублей и крышка на нее 200 чем-то рублей вот примерно вот столько стоит вот эта композиция и я купила вот такой вот ящичек он там вот внутри присоски сейчас я буду все показывать вам что это такое это для ванны для того чтобы вот не сверлить стену чтобы повесить этот ящичек в общем такие присосочки внутри сейчас я их вытащу все попытаюсь показать просто меня ужасно вот я в ванной сейчас своей нахожусь мне ужасно раздражает вот эти бутыльончики которые стоят по краю ванны они то падают то еще как то и вот ту штучку я ящичек купил для того чтобы вот все вот эти вот шампуни кондиционеры все в нем аккуратненько стояла вот такие в общем присосочки я не знаю конечно ведь и тут написано что выдерживает четыре килограмма ну посмотрим не отвалит не отвалится ли вот эти вот присосочки будут ли они хороши посмотрим там конечно у них на стенде все так присобачено очень сильно но лучше не там клеем приделали ну и сам вот этот вот ящичка видите с дырочками то есть водичка попадет очень хорошо что все это делать оттуда выльется сейчас я попытаюсь это дело присобачить ванной ну вот это так прижимается и вот чтобы она присасывалась вот этими штучками надо крутить вот так вот прокрутишь они как бы это ну присасываются перед этим конечно я плитку промыла как следует но чтобы как бы поверхность была такая хорошая для того чтобы я ванна тут залезла стою такая в носках и кручу но вот эти дела конечно при сосках это прекрасно для того чтобы вот не ковырять плитку не знаю вот пока я сейчас из ванны вылезу я решила что я ее вот сюда сделаю как бы не знаю может быть она там помешает или не помешает посмотрим сейчас я туда все эти свои баночки сложу ну вот ну вот я сложила все шампуни туда шампуни гели для душа ну вот если знаете ночью это все не ухнет если я не поскочу на кровать с криками мама мия то в принципе ну посмотрим как будет держаться по крайней мере вы знаете но как бы ну очень так вот прямо вот я вот смотрю так вот хорошо держится надеюсь это дело не отвалится я кстати не люблю когда вот по краям ванны что-то стоит мне вечно это всегда мешает часу примут видите убрала штучку вот убрала прямо и знаете вот душа поет но только мыльца там оставила на краю ванной вот и хочу вам показать посмотрите какое у нас мыло вот это вот конвертик это мыло мы с сестрой варим мыло и вот иногда вот такие у нас шедевры получаются классненький кусочек продмы уже тут начали мылить немножко подмыльный ну вот так вот радуем себя вот такими вот маленькими приятностями так что вот так вот улов мой сегодня такой банный пока девчонки вот 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 Продолжение следует...